Фиксики Фиксики Большой-большой секрет Телескоп Шучка Напугала Нолик с тобой? Он же собирался нам помогать Красота Ух ты, сколько там звезд! Волшебная вещь телескоп Прелесть Самый простой телескоп Труба с двумя линзами Они собирают и преломляют свет Мы смотрим в телескоп На далекую луну И видим на ней кратеры, горы и расщелины Как будто луна совсем рядом Телескоп поможет разглядеть звезд Звезды и кометы Различить цвет и форму планет Найти их спутники А вот на Солнце Можно смотреть только через специальный фильтр Чтобы не повредить движение А самое классное, что он крутится Ахахахахах Да Ну ладно, полетели? А Лолика не ждём? Догоним! Я ему сейчас записку оставлю Ну, Олег, мы в компьютере А вот и я Алло, делай все А-а-а, чудище Симка А-а-а, помогите Там монстр съел Симку Как съел? Только что здесь была От нее один фиксика остался Чудище Огромное, зубастая Пасть Мамочки, а рога были? Все было Чудище Сама ты чудище Чего кричить это? Тебя не съели Кто меня не съел? Монстр с вот такой пастью Он на фару напал Неудачный разворот Фай, он хотел тебя съесть Кто? Монстр Агулон Пасть в ло Ага, и рога Ищу пальца Ух ты Я знаю, кто это Это фиксоед Он нас съест Фиксоедов не бывает Точно А вдруг он с другой планеты? Вокруг Солнца Вращается не только Земля Но и другие планеты Люди этого и представить не могли Пока у них не появился телескоп Тут астрономы и разглядели Как устроена Солнечная система Ближе всего к Солнцу Маленькая планета Меркурий За ней Венера Наша Земля Потом Марс Юпитер Сатурн Уран И дальше все Так не пыу Так неужели Жизнь есть только на нашей Земле Увы На остальных планетах пока не нашлось даже микробов Не то, что людей Но очень хочется верить Что в далеком космосе Кто то смотрит сейчас в телескоп И Так же, как и мы Мечтаете найти Братьев по разуму Поздал тут Фиксоед, выходи Надо ловить на живца А кто будет живцом? Я? Ну тебя он уже знает Не бойся, мы тебя в обиду не дадим Фиксоед, выходи Я тебя не боюсь Ну, почти А-а-а-а Помогите Бежи его Попался Стойте, это жучка А где Фиксоед? Ты чудище видела? Вот это пасть Прямо как у монстра Нолик, покажи где был Фиксоед Там, я его в телескоп увидел Жучка, залезь пожалуйста вон в тот угол Ага А теперь верни Смотри А, Фиксоед! Фиксоед! Сучка Четыре Кости Пять Шесть Сюда Семь Скорей Восемь Девять Куда же? Десять Я иду и... А-а-а Шпуля, ты забыла спрятаться Игрик, там, да, там ужас Там кости Настоящие? Древние Ух ты Класс А чьи? Мамонта Динозавра Соберем и узнаем Для начала надо узнать возраст костей У меня есть специальный прибор есть Мы с профессором собирались эти кости изучить Как же он работает? Смотрите Этой кости миллион лет И что? А то Ой, а тут картинка Для красоты На радиацию похоже Радиация? Это же опасно В маленьких дозах она не наносит вреда И правильно говорить Ионизирующее излучение Ионизирующее излучение Или попросту радиация Очень мощная сила И если обращаться с ней бережно Она может принести немало пользы В аэропортах, в метро и на вокзалах С помощью радиации досматривают багаж И если кто-то хочет провести в чемодане кота Это сразу же будет видно Да что чемоданы? В самолетах и ракетах так ищут мелкие трещины Незаметные инженерам Люди обрабатывают излучением продукты Чтобы избавиться от вредных насекомых А еще радиации просвечивают картины Если повезет, можно обнаружить старые наброски и надписи Или вовсе найти второй шедевр под первым А говорят, радиация светится зеленым Запомните У нее нет ни цвета, ни запаха Может пойдем уже кости проверять? Я не закончил Итак Тогда мы сами Обычная рыба Тоже мне древность Пошли Кейк, смотри Еще кости А там И тут тоже Давай соберем нашему умнику особый экспонат Скелет человека и многих животных состоит из костей Они сохраняются долго И по ним определяют, когда жил тот или иной зверь Так Секрет в радиации Ведь кости, как и сами живые существа, чуть-чуть радиоактивны В научной лаборатории древние кости снимают стой и отправляют вот в такой прибор Чем меньше радиоактивных частиц он покажет, тем кости старше Ой, кто это? Что-то древнее Игрик разберется, так? Бесспорно Возраст образца 10 тысяч лет Явно птица Рогатая птица? Брось! Странно Сто тысяч? Похоже, змея С крыльями? А здесь Миллион Тогда рыба Змея, рыба, птиц? Так бывает? Что-то не так? Прибор барахлит Змея Змея Птица Рыба Змея Ничего не понимаю Игрик А может здесь три скелета? То есть как три? Вот еще кости И написано Змея и птица А здесь Древняя рыба Пошутили, да? Не смешно Ладно, не обижайся Прибор-то все точно показал, без ошибок Еще бы, радиация важная штука, если использовать ее правильно Игрик, ты такой умный Кстати, а вы много пропустили? Итак, эй, мы вообще-то в прятки играли, черт его, да? Ладно Один Два Три Волшебная палочка О, Дим Димыч, ты как здесь оказался? Очень просто, мне волшебную палочку подарили, вот Класс! Какая еще волшебная палочка? Я не верю Ну и зря, она любые желания исполняет Смотри, не хочу сегодня идти в школу Стоп! Тыщ! Ты тыщ! Дим Димыч! Только что звонила учительница, говорит, что твоя школа куда-то исчезла Странно Значит, я в школу не иду? Ну да, вместо школы пойдем в зоопарк Ура! Вот это настоящее чудо! Чудес не бывает Бывают иллюзии А что такое иллюзия? Это когда мы видим совсем не то, что есть на самом деле Вы видели, как фокусник достает кролика из пустой шляпы? Думаете, это волшебство? Нет! Это просто иллюзия! На самом деле, кролик спрятан в столике, на который фокусник кладет свою шляпу А в донышке шляпы есть потайная дверца Фокусник просовывает в нее руку, хватает кролика за уши и оле! У каждого фокуса есть свой секрет, у каждой иллюзии объяснение А эта палочка все равно волшебная Хотите, я вам сейчас тоже кролика достану? Сто тысяч! Ой, не получилось Ну и кролик! Сейчас еще раз Сто тысяч! Ты тысяч! Сто тысяч! Ты тысяч! Дим Димыч, может хватит? Нам одной кусачки хватало А теперь их три А-а-а-а! А-а-а! Му-у-у-у! А-а-а-а! А-а-а-а-а-а! Эй, стим Димыч, скажи своим крыльцам, чтобы так круто не лазили! Ой-а-а-а-а! А-а-а-а-а-а! Эй, напосились на маленьких! Сейчас я вас побольше сделаю Сто тысяч Четырщ Что, испугались? Но тут белые за маленькими гонятся Я большой Я большой, как Дим Димыч Я большой Ой, Нолик, осторожно Ой Как вы такие большие живете? Неудобно же А я думал, это вам, маленьким, неудобно Дим Димыч, ты готов? Ой, а почему у нас три собаки? А это кто? Ты чего кричишь? Мне приснилось Что у меня волшебная палочка И я вас случайно большими сделал А мама увидела Ужас Я бы тоже закричал Вот бы мне настоящую волшебную палочку Мы, фиксики, не верим в волшебников Но верим в людей Ведь люди часто творят настоящие чудеса Когда-то полеты в небе были несбыточной мечтой А сейчас любой человек может взлететь в небо На самолете Раньше думали, что на Луну можно попасть Только благодаря волшебству Но космонавты побывали уже и на Луне В сказках люди виделись и говорили друг с другом С помощью волшебного зеркала А теперь для этого есть интернет и телефон Холодильник, телевизор, автомобиль, компьютер Многие вещи, созданные человеком Умеют делать то, что раньше сам же человек Считал сказочным чудом Зачем тебе волшебная палочка? Можно было бы в школу не идти Дим Димыч, поторопись Мы сегодня идем в зоопарк А в школу не идем? Хм, смешно Может, я еще сплю? Нет, просто сегодня воскресенье Вот и все волшебство Зеркало Привет, Дим Димыч Что это у вас зеркало? Уже целую неделю в коридоре стоит Да его папа все никак повесить не соберется А оно не упадет? Пока, видишь, не упало Ну как, Нолик? Похож я на Человека-паука? Нет, ни кабельки не похож И нет! Человек-паук может по стенам лазить Можно подумать, ты можешь Могу Дай-ка мне свою жвачку И дал Как в кино Ну и дальше что? А дальше Ловко! Перед вами единственный в мире фиксик-паук Могу Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха ya А-а-а! Возьми меня! Возьми! Зеркало! Ой! Когда-то люди могли увидеть свое отражение только в воде Первые зеркала появились примерно пять тысяч лет назад Их делали из серебра или бронзи Говорят, при помощи таких зеркал греческий ученый Архимед сжег однажды целый неприятельский флот И все же человек смог хорошо разглядеть свое отражение лишь когда появились стеклянные зеркала В них мы смотримся и по сей день Но, конечно, зеркала нужны не только для этого Они используются в телескопах, чтобы собирать свет далеких звезд Их вставляют в прожекторы и автомобильные фары Чтобы ярче светили Зеркала нужны повсюду Хух! Вроде не разбилось Давай его обратно поставим Ой! Тим Димыш! Я в зеркале не отражаюсь! Не может быть! Это только вампиры в зеркалах не отражаются И привидения Но меня там нет! Может, ты стал привидением? Не хочу быть привидением! Что вы тут шумите? Опять что-нибудь натворили? Симка! Мы в Человека-пауков играли И я... Я превратил за привидение! Да, глупости! Нет никаких привидений! Ой! Тебя тоже в зеркале не видно! Симка! Ты тоже привидение! У-у-у! А-а-а-а! Верунда! Ой! А вот и я! Здрасте! А почему меня там не было? Наверное, там зеркало поцарапалось Дим Димыч, поверни-ка его! Я же говорила! Тут повреждено зеркальное покрытие! Зеркало – это не просто стекло! Обычное стекло пропускает свет, а зеркало его отражает! Чтобы сделать из стекла зеркало, на его обратную сторону наносят специальное серебристое покрытие, в котором все отражается! Сверху серебристый слой защищают краской, Но все же с зеркалом нужно обращаться осторожно! Оно легко может поцарапаться или даже разбиться! А это зеркало можно починить? Попробуем! Хорошо, что у тебя помогатор с собой! Специально взяла, когда услышала ваши вопли! И серебристое покрытие в нем есть! Помогатор и все есть! Готово! Папа идет! Дим Димыч, что тут у тебя? Зеркало? Ах да! Сегодня обязательно повешу! Нет, не сегодня! Завтра! Ночник! Я чувствую, они рядом! Помогите! 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 Все, хватит монстров! Разве можно такое на ночь смотреть? Мама, да мне не страшно! Можно мне еще чуть-чуть? Никаких чуть-чуть! Спокойной ночи! Кто здесь? Я чувствую, они рядом! Ты посмотри! Спит, а свет не выключил! Ну и что? Как что? Это если каждый будет спать при свете, на всех электричество не напасешься! Хоп! Наверное, каждому вспомнится такой случай! Лампочка горит, а в комнате никого нет! Или телевизор работает, а его никто не смотрит! Кажется, что за беда! Но представьте себе, сколько на Земле живет людей! И если каждый забудет выключить лампочку или телевизор, то пропадет столько электроэнергии, сколько дают 100 мощных электростанций! А для каждой электростанции нужны вагоны угля и потоки нефти! И это топливо нужно все время добывать и сжигать! Видите, как дорого ходится одна горящая лампочка? Так что не забывайте выключать электроприборы, которыми не пользуетесь! Это так просто! Кто выключил свет? Я чувствую! Они рядом! Они рядом! Они рядом! Ой, что это с ним? Похоже, в хоккей переиграл! У него, наверное, и коньки под подушкой! А электроэнергию все равно нужно экономить! Ах! Ах! Монстры! Ты что это клюшкой машешь? Мы же не шайбы! Нолик! Симка! Это вы! А ты думал, кто? Монстры! Ха! Ну, Симка еще на них смахивает! Но я-то совсем не похож! Дим Димыч, а ты чего с включенным светом спишь? Я перед сном ужастики смотрел про монстров! Теперь без света спать боюсь! А зачем ты их смотрел, эти ужастики? Так, побояться хотел! А-а-а! Классно боишься! Тише! Соседи разбудите! А мне как теперь заснуть? Придумала! Тебе нужен ночник! Ночник – это светильник, который зажигают на ночь, чтобы спать было не страшно! Ночник светит неярко! В нем обычно стоит специальная лампочка, которая потребляет очень-очень мало электричества! Такие лампочки называют энергосберегающими! Фух, еле выговорила! А еще бывают ночники, в которых настолько слабая лампочка, что они работают даже от батарейки! Но у нас нет ночника! Эх, что бы ты без меня делал! Сегодня ночью я буду твоим ночником! О, смотри! Тут и абажур есть! Спасибо тебе, Нолик! Ты настоящий друг! Да ладно! Чего там? Нолик! Расскажи мне что-нибудь! Может, про мясорубку? Не-не-не, не надо! Лучше расскажи что-нибудь про добрых фиксиков! А-а-а! Ну, слушай! Давным-давно наш дедус работал в старинных часах! И нужно ему было починить одну маленькую деталь! Ну, не совсем маленькую! Да и не деталь, в общем-то! Доспечки! 23, 24, 25! Мы идем искать! Я слышал! Он в коридор выбежал! Ты еще на кухне, а я в гостиной! Как сквозь землю провалился! Может он в кабинете папы? Здесь и прятаться-то негде! А в рыбе? Ну, Олик, в этой рыбе и пол Дим Димыча не поместится! Да? Тогда в горшке! Ага! Включился там и хихикает над нами! Хе-хе! О! Синка! Ты слышала? Он там! Никого! Но я же слышал! Хи-хи! Показалось! Пойдем в туалете поищем! Хе-хе! Показалось! Фух! Ну и духота в этих доспехах! Заглинило! Куда же он делся? Ой! Что это? А-а-а! Синка! Я не верю! Итого вы меня будете искать! Доспехи – это прочная одежда, которая защищает воина от стрел и мечей! Доспехи делали еще в древности, но только в средние века появились рыцари, полностью закованные в железо! Рыцарские доспехи были такими тяжелыми, что если рыцарь падал, то уже не мог без посторонней помощи подняться и залезть на коня! Кстати, рыцарских коней тоже защищали специальными доспехами! Эй! Ну что застыли? Дим Димыч, это ты? Я! Поднимите, мне забрало! Хм! А ты сам не можешь? Не могу! Видите, у меня руки заспели! Видим! Ха! Прикольно! Заг прикольно! А я теперь вылезти отсюда не могу! Помогите мне! Пожалуйста! Эй! Нам сейчас только кусачки не хватало! Кусачка, ты чего? Вверх! Фу! Проди! Папа! 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 Не могу встать! Нолик, надо все расстегнуть! Скорее! Спасибо, что помогли! Ну чего там? Я бы сам не выбрался! А рыцаря надо собрать! Ага! Пока папа не пришел! Защитная одежда нужна не только на войне Путешественники надевают специальные сетки для защиты от комаров и мошек И у пчеловодов есть защитная одежда Хороши бы они были, если бы не оберегались от укусов пчел Хе-хе! Защитные костюмы просто необходимы пожарным чтобы они могли бороться с огнем и спасать людей Но больше всего защитная одежда нужна в космосе Ведь там ужасно холодно и совершенно нечем дышать Костюм космонавта называется скафандр Скафандр не только защищает космонавта но и снабжает его воздухом для дыхания Кстати, комбинезоны фиксиков это тоже защитный костюм Ну как? Правильно собрали? Вроде правильно Только шлема нет Нолик за ним пошел Нолик! 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 Нажимай шлем! Спасибо, кусачка! Ну-ну! Рыцарский конь! Уймись! Ну вот, голова на месте Только твой рыцарь теперь на полерину похож! У него рука не опускается Надо ему что-нибудь дать Это подойдет? Конечно! Так гораздо веселее! Манипулятор Ну как, профессор? Тютелька в тютельку, коллега! Наш манипулятор работает идеально! Ну-с, тогда на сегодня все! Да, до завтра! Ну наконец-то! Теперь наша очередь испытывать манипулятор! А ты знаешь, как этим манипулятором управлять? Ха! Мы что, зря подглядывали? Манипулятор Это такая механическая рука, которую люди используют на тяжелой или опасной работе Управлять манипулятором можно при помощи пульта или джойстика Человек дает команды, а механическая рука захватывает и переносит груз А вот роботам-манипуляторам и команды давать не надо Они управляются компьютером и могут работать без людей Даже на Луне Так, эта кнопка для чего? Ага! А вот это? Ого! Ну что, покатать тебя? Меня? Боишься? Я? Да ни капельки! Поехали! Ух ты! Дурно! Сейчас еще хорошие будет! Профессор? Странно, вещи сами падают Мне кажется, или здесь кто-то есть Спокойно, спокойно Ох, Элизия! Да Совсем ты заработалась? Ой! Шшш! А? Кто здесь? Шшш! Держись, Нолик! Я иду на помощь! А? А? Где моя пудреница? Что здесь происходит? А? А? Прекрадите пулиганить! Я вызову полицию! А нам все равно, а нам все равно Пусть боимся мы... А? Куда вы меня тянете? Я же в обморок упаду! Все! Упало! Человек использует манипуляторы повсюду На заводах манипуляторы поднимают и перекладывают тяжелые грузы Они подают детали, нужные для сборки И даже сами эти детали устанавливают Другие, более тонкие манипуляторы Применяются врачами при операциях Манипуляторы нужны там, где самому человеку работать вредно С ядовитыми веществами, например Или там, куда сам человек попасть не может Где-нибудь под землей, куда не пролезть Или глубоко под водой Или в космосе, где нет воздуха и нечем дышать В общем, механические руки помогают человеку везде Куда свои руки не дотягиваются Сейчас, Малик, как же открыть эту штуку? О, придумал! Да-да, кто там? Что такое? Ну, Олег, что ты тут делаешь? Мы тут полетали немножко А это что? Лизонька! Лизонька! Гений Евгеньевич, на меня напала бешеная рука Манипулятор? Напал на вас! Ой, она опять! Стоп! Стоп, кому говорю! Гений Евгеньевич, она вас слышит! Успокойтесь! Произошел какой-то сбой, но я все уладил Невероятный человек! А с вами я еще разберусь! За мной? С вами? Нет-нет, с манипулятором! Пойдемте, Лизонька! Да, пойдемте! Эх ты! Фаер! А что фаер? Вирус! Тим, Тимыч, на повороте отгоняй! Акет! А теперь Павлый, вперед! Тебе-бе-бе-бе-бе-бе! Есть! Обогнали Ваську! Играем дальше? Все! Это был последний уровень! Эх! Только разогнались! Погоди-ка! Что тут написано? Поздравляем! Ваш приз! Смартфон и новые крутые уровни для игры! Ого! Класс! Жми скорей! Я бы не нажимала, куда попало! Хм, да ладно тебе! Ой! Эй, что это? Цифры кто-то стер! Ну вот, я же предупреждала! А может, это Васька? Васька? Точно! Обиделся, что мы его опередили! Надел шапку-невидимку! Прокрался в комнату! И стерся из компьютера! Стоп! Какая шапка-невидимка? И Васька тут ни при чем! Похоже, это вирус! Тогда надо маму Дим Димыча позвать! Зачем? Она же врач! Точно! Она этот вирус быстро вылечит! Да нет же! Стоп! Компьютерный вирус лечат по-другому! Врач тут не поможет! Тем более, тем более зубной! А кто поможет? Специальная программа! Антивирус! Компьютерный вирус, это программа-вредитель! Он может не только стереть или украсть важную информацию, но и вообще сломать компьютер! А самое страшное, что вирус очень быстро размножается и через сеть заражает другие компьютеры! Совсем как человеческая болезнь! Найти и обезвредить вирус поможет программа-антивирус! Антивирус лечит и защищает компьютер от новых болезней! И, кстати, у твоего папы на компьютере есть антивирус! А у меня нет? Нет! Ты разве кого-нибудь пустишь к компьютеру? Тебе же некогда! Пап, может, другой раз? На еще минуточку! Я чуть-чуть поиграю! Смотрите! Этот вирус сейчас все разрушит! Это что? И компьютер! И мы все исчезнем! Точно! Стоп, стоп, стоп! Без паники! Нужно срочно спасать технику! Дим Димыч, у папы в кабинете коробка с антивирусом! Тащи! Игры, музыка, мультфильмы! Много интересного есть в интернете! Но там, как и в обычной жизни, надо соблюдать несколько правил! Посещай только те сайты, которые знаешь! Иногда за красивой картинкой может скрываться вирус! Да и обманщиков в интернете хватает! Поэтому не стоит рассказывать всем подряд, где ты живешь! Или отправлять смс-ку, чтобы скачать игру! А если тебе пришло письмо или сообщение от незнакомых людей, сразу покажи родителям! Общайся только с теми, кого знаешь! Только не сиди целыми днями в интернете! Ведь нет ничего лучше прогулки с друзьями на свежем воздухе! Все! Враг уничтожен! Круто! Проверим! Осталось удалить антивирус! Зачем? Не надо! Надо! Эту программу должен устанавливать только взрослый! А иначе все догадаются, что тебе фиксики помогли! Так что извини! Готово! А вот и папа! Пап, поставь мне антивирус! Пожалуйста! Прямо сейчас? Давай попозже! Нет! Не надо ничего откладывать! Ну вот! Теперь компьютер защищен! Чего это ты вдруг такой сознательный? Да так! Мало ли какие вирусы в сети бродят! Точно! ПИРАМИДА ПИРАМИДА А нам дедус рассказывал, что там есть еще лабиринт и мумия фанфарона! Ха! Фараона! Египетские пирамиды – удивительные древние сооружения! Самая большая из них – пирамида Хеопса! Ей больше четырех тысяч лет, а высотой она больше ста метров, как дом в сорок этажей! Как в те годы можно было соорудить такую громадину – загадка! Подъемных кранов тогда не было! Некоторые даже думают, что пирамиды построили инопланетяне! И я же подозреваю, что тут не обошлось без пиксиков! У тебя лабиринт есть? Конечно! Покажи! Ты что? Я ее только что собрал! Хочешь, чтобы мне приз не достался? А это что такое? Да куда? Я только лабиринт посмотрю! И мумию! Какую мумию? Так, куда идти? Заблудишься! Не впервой! Что если сюда? Теперь сюда! Выходи! Тут я уже был! И тут тоже! Ой! 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 Кажется, я заблудился! Что? Привет! Ты Нолика не видел? Там! Пошел мумию искать и потерялся! Мумию? Настоящую? Класс! Стой! Нолик! Ау! Ты тут? Нет! О, где? Тут! Кто так лабиринты строит? Эй! Вас никто не просил туда лезть! С кем ты разговариваешь? Игорь, эти двои в пирамиде! А мне в школу пора! Нолик! Поги! А я никогда не теряюсь в лабиринте, потому что знаю правила! Надо всегда держаться рукой за стену! Сейчас я их найду! И за какую стену я держался? И за какую стену я держался? Дим Димнич, тебе в школу не пора? Пора! Но у меня полная пирамида фиксиков! Ха! Как в муравейнике! Ага! Один пошел искать мумию! Второй пошел искать первого! А третий их всех! Вы заблудились! А я в школу опаздываю! Слушай, ты их вытрясти не пробовал? Идея! Да я пошутила! Нитка есть? Вот так не пропадешь! Отправляясь в путь, подумай, как не заглудиться и найти дорогу назад! Не надеясь только на карты и навигатор в телефоне! Возьми с собой компас! Он и без сотовой связи покажет стороны света! Найти север и юг можно по солнцу, звездам или даже по муравейнику в лесу! Взгляни внимательно! Его более пологая сторона смотрит на юг, а крутая на север! А если оказался в лабиринте, тоже не теряйся! Иди всегда, касаясь одной рукой стены! Рано или поздно выйдешь наружу! Еще можно привязать у входа в лабиринт веревку! И идти по коридорам, разматывая ее по дороге! По ней всегда выйдешь обратно! Первый пошел! Второй! А Нолик? Мумия живая? Это я! А твое я не нашел! Ее там и не было! Как? Я что, зря заблудился? Ты так спешил, что не стал меня слушать! Ну как ты выиграешь без мумии? О! А может ты ей побудешь? Нет уж! Ну, приз получил? Ага, за пирамиду! И специальный приз! За то, что лучше всех знаю! Как пройти лабиринт! Опять? Это же снова пирожен! Так и отлично! Я их обожаю! Жалко, что фиксики не едят! Угу, и мумии! Солнечное затмение! Так, приступим! Так, ага! Сим Димыч, что это? Сегодня солнечное затмение! Вот, хочу посмотреть! Здорово! А коробка зачем? Симка, ты забыла! Просто так на солнце смотреть нельзя! А? Темнотища! А сколько осталось до затмения? Полчаса! Давай мы тебе поможем! Да, Молик? Только я не понял! Это что, света больше не будет? Хе! Ну ты придумал! Затмение не в первый раз случается! В космосе все находится в движении! Земля вертится вокруг Солнца, а вокруг Земли вращается Луна! Иногда Луна встает между Солнцем и Землей и закрывает Солнце так, что оно ненадолго превращается из яркого светящегося шара в простой черный мяч! Ха! Это явление называется солнечное затмение! Правда, видеть его могут только те люди и фиксики, которые в этот момент окажутся в тени! Мало ли, а если что-то застрянет, наступит вечная темнота! Когда такое было? Да вот сейчас! Молик, или помогай, или не мешай! Смотри! Это наша Земля! А это Луна! А фонарик Солнца! Видишь, часть Земли в тени! А сейчас здесь будет светло! Застряла? Я так и знал! Скоро конец! Конец света! Просто кому-то надо быть аккуратнее! Из обычной коробки можно сделать прибор, который люди придумали еще давным-давно! Это камера-обскура! Ее использовали и художники, и ученые! На ее основе были сделаны первые фотоаппараты! Сделать камеру-обскура очень просто! С одной стороны коробки вырежем небольшой квадрат и заклеим его фольгой! В середине проткнем дырочку! С другой стороны положим на дно лист бумаги! Свет через отверстие проникнет в темноту, и на этом экране проявится затмение, но в перевернутом виде! А смотреть нужно сверху! Главное, чтобы свет не попадал! Красота! Только будьте осторожны при работе с ножницами! Вы что, не понимаете? В темноте страшно! В ней нельзя жить! Трусишка, ты же светишься! А Дим Димыч, он так будет ходить? Ты ему будешь дорогу освещать! А если я разряжусь? Возьмем фонарик! А батарейки сядут! Запасные найдем! В темноте? Нет! Надо сейчас подготовиться! Вид на солнце! Ага! Осталась минута! Минута? Стойте, я еще не все! Держись побольше! Нет, принесу батарейки! Десять! Девять! Восемь! Что же делать? Шесть! Что ты делаешь? Пять! Четыре, три, два... Классички! Началось! Ого! Ах! Ничего себе! Нолик, выходи! Все пропустишь! Красота! Класс! Хорошо, что мы успели! Смотри, смотри! Солнце появляется! Покажите! Оно не застряло! И это все затмение! Круто, скажи! Ага! Только я все пропустил! Эх! Значит, увидишь в следующий раз! Если не испугаешься! Ты только коробку не выбрасывай! Оставлю! Пока положу туда что-нибудь нужное! Батарейки! Вдруг завтра конец света, а Нолик не готов! Камера! Мотор! Начали! А Дим Димыч, он так будет ходить? Извините, раньше времени упало! Нолик, соберись! Все, давайте еще один дубль! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»